Привет, друзья! Это ответы на вопросы из комментариев. Но сегодня мы затронем, кстати говоря, тему сбоев в работе монетизации. Опять в начале мая пропала статистика по доходам. Об этом поговорим. Начать я хочу с вопросов от Ивана, который он мне отправил на почту. Иван, привет! Сейчас я отвечу на твои вопросы. Только прошу тебя и всех зрителей, прошу максимально кратко формулировать вопрос, чтобы можно было быстро зачитать и быстро ответить. Итак, первый вопрос. Нарушаются авторские права в отношении ролика? Явно видно, что используется мой контент. Сотрудники YouTube уходят от ответа и не видят нарушений. В общем, кто-то сделал разоблачение на авторское видео. Видео содержит нарезку из исходников, размещенных на канале. Это явно видно. Были указаны временные промежутки. Дан ссылку на видео и конкретно на эти промежутки. Четко объяснил, но роботы или сотрудники YouTube отвечают следующее. Мы хотим предупредить, что споры, связанные с нарушением авторских прав, не всегда решаются в пользу правообладателей. В некоторых странах работы, защищенные авторским правом, можно использовать без разрешения. Но там в целях цитирования, добросовестного использования и так далее. И приводится ссылка на практику добросовестного использования в США. Второе письмо. Мы получили запросы об удалении видео, но не можем их рассмотреть. Вы указали не все необходимые сведения. Мы отправили на адрес которого пришли запросы письма с полным перечнем недостающей информации. Просим на них ответить. Вот, Иван задает, собственно, вопрос. Через кого можно обратиться к сотрудникам YouTube и попросить внимательно посмотреть на жалобу? Я хочу сразу сказать, что здесь, видимо, была нарушена процедура подачи жалобы. Первое. Жалоба может быть отправлена собственником данных видео и данного канала и непосредственным правообладателем. Она отправляется с той почты, к которой привязан канал, авторские права которого были нарушены. Для подачи жалобы используется специальная, стандартная форма YouTube. Либо жалобу можно отправить на почту copyrightsobakayoutube.com указав исчерпывающее сведения. То, что необходимо указать, в принципе, все есть в форме подачи жалобы. Там указываются и тайм-коды с промежутками, в которых нарушено авторское право, и указывается детальная информация о работе, и прилагаются исходники и так далее. Это верно. Но далее, если тот, кто использовал эти фрагменты, обладает каким-либо достаточным набором знаний, и если он не нагло использовал фрагменты, а только действительно в целях цитирования и добросовестного использования, то есть короткие фрагменты, которые демонстрируют или подтверждают какие-либо утверждения, сделанные автором видеоролики. То есть эти фрагменты не несут ключевую роль и нагрузку смыслового видеоролика, а являются коротким пояснением, демонстрацией, примером, то есть используются добросовестно. Тогда данный автор, который использовал вашу работу, он может подать встречное уведомление и оспорить такую жалобу. А если вы изначально недостаточно полно, недостаточно достоверно и подробно заполнили форму подачи жалобы, либо не указали какие-то необходимые сведения, то ваша жалоба может быть не принята в рассмотрении либо отклонена. У вас, видимо, были ошибки в заполнении, потому что здесь во втором письме очевидно, что информация была недостаточной, и вам прислали уточнения, на которые нужно ответить. И более того, скажу, что если вы отвечаете на все эти уточнения корректно и в достаточной мере, то такой ролик удалят. Другое дело, что тот автор, которого ролик удалили, он может подать встречное уведомление. И вот тогда, если возникает уже юридический спор, то есть вы утверждаете, что видео нарушает, а тот человек, которому кинули страйк, утверждает, что не нарушает, то в решении такого спора YouTube участие не принимает. И далее решение возможно только в судебном порядке. Если вы уверены, что это необходимо, и обладаете достаточными ресурсами, и можете обратиться к юристу, который компетентен в вопросах авторского права, то можете обращаться даже в суд. И есть прецеденты, более того, есть ряд авторов, которые меня смотрят, которые практиковали такое и добивались удаления ролика, окончательного бесправо восстановления. Это возможно, но это затратно, это долго, и это непросто. Что касается того, попросить YouTube внимательно посмотреть жанру, рекомендую обращаться на почту copyright-sobaka-youtube.com. Однако, предложение внимательно посмотреть жалобу и обращение к сотрудникам является некорректной постановкой вопроса, поскольку здесь я не вижу со стороны YouTube каких-либо косяков. Видимо, они не получили достаточных сведений для удаления видеоролика. Возможно, в дальнейшем было встречное уведомление. YouTube не является стороной, которая участвует в разрешении таких конфликтных ситуаций, когда автор заявляет, что права нарушены, а нарушитель якобы заявляет, что нет, не нарушены, все в рамках добросовестного использования. YouTube отправляет такие ситуации в суд. И когда вы предоставите решение суда, тогда YouTube уже предпринимает действия по действительному решению суда. Иного варианта решить такую ситуацию нет. То есть, вот, правильно, корректно подавать жалобу, писать на почту copyright, ну или, если не выходит, обращаться в суд. Далее, технический сбой, видимо. Чаще и чаще стала возникать проблема. Зависает загрузка на 95%. Аккаунт подтвержден, рендерили в разных редакторах. Чистили кэш, заходили с разных браузеров и так далее, ничего не помогло. В чем может быть проблема? Ну, скорее всего, скорее всего, здесь либо проблема в самом файле, он как-то некорректно рендерится, надо убедиться, что он полностью воспроизводится. Отрендерите его в формате MP4 с кодеком H.264 с настройками для YouTube. Используйте для рендеринга Adobe Premiere, либо, может быть, Camtasia Studio. В этих редакторах, в принципе, проблем не должно возникать. Убедитесь, что интернет-соединение стабильно. Используйте просто чистый браузер, без каких-либо дополнений, расширений и так далее. Если проблема не решается, и вы пробовали с разных компьютеров, и видеофайл действительно не поврежден, воспроизводится полностью, без проблем, то обратитесь в поддержку YouTube. Через справку, связаться с нами, там, если доступна канал и поддержка по e-mail, то напишите. Но, мне кажется, здесь не должно быть технической проблемы именно со стороны YouTube. Скорее всего, она локальная или на компьютере, или проблема с файлом, или проблема с интернет-соединением. И третий вопрос. Кто и как может помочь в составлении юридического документа о том, что мне передали авторские права на музыкальные композиции? Для канала заказали музыку у группы, которая исполняет песни и пишет музыку. Теперь нужно получить разрешение на использование этой музыки, чтобы был оформлен документ. И музыку нужно проверить, не нарушает ли она авторские права на YouTube. Здесь несколько иная ситуация. Прежде всего, прежде чем вообще покупать музыку, либо получать на нее права, нужно убедиться, что она действительно авторская, и что она не является ремиксом, каким-то мэшапом, или, ну короче, не создана на основе другого авторского произведения, во-первых. И во-вторых, что действительно те, кто продают эту музыку, имеют на нее исключительные права, и что они никому эти права ранее не передавали. Убедиться сейчас в этом, ну, гарантировать, это вряд ли возможно. Однако, если обратиться к хорошему толковому юристу, можно составить договор, который будет предусматривать такие варианты и предусматривать штрафные санкции в отношении исполнителей, создателей авторов музыки, которые вам ее передают или продают. К примеру, если на такую там музыку будут заявлены права, либо кто-то там через контент-айди заявит права или как-то иначе, или кинет-страйк, то штрафные санкции составят там 100 тысяч рублей или миллион рублей. Ну, там зависит от ситуации, зависит от того, что конкретно, и как вы хотите, и как вы договариваетесь. Это сделать возможно. То есть вам нужен юрист, который специализируется в вопросах авторского права. Ну и, собственно, он сможет составить договор и сможет подготовить необходимые документы, по которым, в общем, эта группа, которая исполняет и пишет музыку, передаст вам исключительные права на, собственно, аудио-произведения, и дальше вы сможете их использовать в своей работе. Если договор будет правовым, будет составлен грамотно и не будет противоречить законодательству, то, в общем-то, дальше все хорошо. Еще раз скажу, что лучше именно заказывать написание музыки конкретно под вас, заранее оговаривая все условия, чтобы музыканты понимали свой уровень ответственности. Где найти документы в таких вопросах юридические? Ну, здесь просто вам нужен хороший юрист. Найдите такого, и он вам эти документы найдет и подготовит. Вопросы уже из комментариев. Так, гитар Табс GT. На канале подключена монетизация. С 1 мая в течение нескольких дней приходили заявки от контента ID по авторскому праву на несколько видео. При этом писалось, что статус канала это никак не влияет. Продолжаю получать доход с видео. Просто теперь доход будет делиться между мной и правообладателем. И мое обучающее видео для гитаристов будет считаться кавер-версией. Три вопроса. Как именно будет делиться доход в таком случае реально ли будет зарабатывать? Есть ли будущее за кавер-видео в вопросах дохода? И самое важное. С 1 мая в YouTube аналитике вообще не отображается доход. Хотя страйков нет, монета включена, на всех видео зеленый доллар. Коммерческие просмотры есть, дохода нет. Написано, что с 1.04 статистика о доходах не отображается. С чем это связано? Первый вопрос, который касается кавер-версии. Да, действительно, если система Content ID распознает в вашем исполнении кавер-версию, то, собственно, на нее, на эту кавер-версию отправляется заявка через Content ID и производится распределение дохода. Можно ли на этом зарабатывать? В принципе, да, но цифры будут небольшие. То есть, доход, ну, такой себе. Вряд ли можно будет на него существовать. Это сильно меньше, чем, в принципе, просто от монетизации при условиях всех включенных форматов рекламных объявлений. Однако, в целом, это не должно грозить каналу какими-нибудь проблемами, но в YouTube всегда были глюки и косяки с монетизацией кавер-версии. Это вопрос всегда непростой и, возможно, какие-то сбои. Так что, здесь будьте готовы ко всему. Но зарабатывать реально, да. Что касается данных в YouTube аналитике, просто сейчас, видимо, происходит сбой. И действительно, за май месяц пока что статистика не отображается. График падает в ноль, никакого дохода пока что нет. Но я думаю, что YouTube эту ситуацию в ближайшее время исправит, поскольку она коснулась, насколько я понимаю, всех. Можете в комментах отписаться. И все будет восстановлено, все будет возвращено. Следующий вопрос Людмила Ломаева. За последние четыре дня не поступают деньги с рекламы, монетизация включена. Что случилось? Ну, то же самое, просто сбой на YouTube, поэтому доходы за май не отображаются. Конузелев Сергей, подскажите, пожалуйста, человек жалуется, что видео 1080 просит уменьшить качество. Не надо уменьшать качество, снимайте в максимальном качестве. В YouTube же есть для этого специальная возможность выбрать качество, в котором смотреть видео. он может выбрать там хоть 144, хоть 240, хоть 360 в настройках просто пусть зайдет и поставит то качество, которое ему нужно. А вы создавайте в 1080, это нормально. Так, Шанти Кумар тоже спрашивает про отображение дохода в начале мая. Данные пока недоступны, ждем пока исправят. Руслан Еременко спрашивает, Денис, можно ли монетизировать видео продолжительностью меньше минуты? В принципе, это возможно, будут доступны не все форматы, эффективность рекламы будет значительно ниже. И целесообразность этого вызывает вопросы. В большинстве ситуаций такие видео не будут приносить деньги, да и вряд ли это будет какое-то вирусное видео, которое будет набирать. Поэтому подумайте, насколько вообще вам нужно включать такие видеоролики в вашу контент-стратегию. Адамс Ченнел. Я так понимаю, что автономный Рунет, как бы внутренний Рунет, на дикий случай, если западный мир отключит интернет от России. То у последней останется свой интернет. Но это не значит, что власти заблокируют YouTube, Facebook, Twitter, AliExpress и прочие вкусные сервисы. Что касается западного мира, то им делать нечего отрубать инет России, лишать себя клиентов. Поменьше идей и жалоб в комментах, ведь они не дремлют, читают все это. Ну, я отдельный ролик делаю по поводу моих мыслей об автономном Рунете. Вот там и обсудим. Не может быть, спрашивает, здравствуйте, что делать, если отключили монетизацию, куда писать, куда обращаться. Связаться с поддержкой YouTube, писать в саппорт. Если вы были в медиа-сети, то связываться с поддержкой вашей медиа-сети. Также на вкладке, в общем-то, монетизация, у вас, вероятно, есть подробное описание, за что вам отключили, за неавторский контент, за недействительные клики или за какие-то другие причины. И там же, собственно, написано, что делать. Если это неавторский контент, нужно удалить неавторские видео, создавать авторский, качественный контент, пригодный для рекламодателей, и вы сможете через 30 дней подать повторную заявку на возвращение монетизации, при условии, что у вас будет более 1000 подписчиков и за последний год более 4000 часов просмотра суммарно ваших видеороликов. Пиратский путеводитель, путешествие по миру. Вопрос про прямые трансляции. На ОБС горит зеленый цвет, все хорошо. На YouTube красный, мол, плохое соединение. В чем может быть проблема? Комп мощный, вепка 90 мегабит в секунду. На ОБС зелень, на YouTube плохое качество. В чем дело? Здесь, если в итоге по совокупности качество самой картинки видеоролика хорошее, то можно ничего не трогать. Может быть просто ошибка в отображении уведомлений на YouTube в трансляции. Но если реально картинка становится плохой, низкое разрешение, низкое качество, пикселизация, тогда надо искать причину. Может быть неверно настроены кодеки, может быть интернет 90 мегабит на скачивание, но обратно на отдачу, на загрузку скорость низкая, либо конкретно на сервера YouTube скорость низкая. Такое тоже возможно, нужно попробовать попроизводить тесты скорости. У меня была такая проблема, и выражалось это интересным образом. Интернет бы он быстрый, порядка 64 мегабит, что ли, что-то в таком. Но это на скачивание, а на загрузку, например, я загружаю файл на Яндекс.Диск, там грузит с хорошей скоростью, все там под 60 мегабит, все летает. Но я ставлю видеоролик на загрузку на YouTube, и скорость становится низкой, порядка 1-2 мегабит всего. Я звонил провайдеру, спрашиваю, что за фигня, почему такая ерунда происходит. Они там прямо заморочились, разобрались, говорят, вот была проблема у магистрального провайдера, резали там скорость, но сейчас мы переключились, все будет нормально. Действительно, исправили, и ситуация решилась. Может быть, в этом дело. Нужно со всех сторон протестировать. Raven 1110 спрашивает. Канаден, подскажи, как решить такую проблему? Решил проверить, как YouTube ищет мои видео по тегам. Ждал неприятный сюрприз. Половина тегов не работает, причем ключевых. Где-то месяц назад загрузил шуточное видео про терминатора, прописал теги, и что же, по ключевому слову терминатор YouTube не находит. В чем дело, непонятно. Это высокочастотный ключевой запрос, конкурентный. Вряд ли ваш видеоролик, если на нем не будет действительно там миллионов просмотров, будет как-то выходить по данному ключевому слову где-то вообще. Поэтому здесь неудивительно. Это нормальная картина. Просто продолжайте создавать интересные видео, качественные, оптимизировать их. Но это не значит, что они будут выходить сразу по высокочастотникам. Нужно действительно развить канал очень и очень неплохо, чтобы ролики набирали, чтобы они могли где-то уже фигурировать по таким высокочастотным запросам. Sir Epsilon. Канал проверяют на наличие нарушений, даже если там нет аудитории, единицы просмотров. Проверки автоматически проверяют роботы, проверяют всегда. Вот вы загружаете ролик и уже этот ролик проверяется и системой контент-айди проверяется и по ключевикам, по метаданным проверяется. Все это происходит вне зависимости от подписчиков, просмотров и других показателей. Федор Петрович спрашивает. Приветствую, есть канал со слайд-шоу, его лишили монетизации, но когда я кликаю на видео, реклама идет. Вопрос, куда идет доход? Такие сбои действительно бывают. В некоторых ситуациях доход идет вам и он даже отображается потом и деньги могут даже приходить. Иногда деньги идут непонятно куда, это сбой на Ютюбе. И действительно бывает, что ролики отключены от монеты, но реклама в них есть и они кому-то приносят доход. Если доход идет не вам, то я думаю, есть смысл обратиться в поддержку Ютюб, чтобы постараться выяснить эту ситуацию, чтобы хотя бы тогда реклама не показывали, не сбивали удержание аудитории. Ну или может быть еще такая ситуация. На эти ролики могут быть заявлены права через контент-айди. Тогда доход идет правообладателю. Так, Катя нарочно задает вопрос, если, например, устроил срач под комментом одного индивидуума и количество ответов 62, а ты пишешь еще один умозаключительный важный ответ, но он не отправляется, что делать? Я уже нашла решение, это просто удалить один из своих ответов, тогда отправляется. Но я же видел, что бывают комментарии с количеством ответов выше 150, какого черта, как это вообще работает? YouTube старается предотвращать распространение спама через комментариев, поэтому есть определенные лимиты на количество ответов за единицу времени, на то, насколько эти комментарии похожи. То есть, грубо говоря, если вы один и тот же коммент раскидаете по разным видеороликам, скорее всего, все это будет уходить тупо в спам. И более того, ваши комментарии после этого могут просто автоматом попадать в спам. Есть, опять же, комплексный алгоритм, который анализирует ваши действия в плане комментирования и в случае какой-то странной аномальной активности может удалять ваши комментарии, не позволять вам публиковать именно в общий доступ новые. Это бывает. Так что срачи устраивать не надо, слишком много комментариев писать тоже такое себе решение. Просто подождите, подумайте, может что-то более конструктивное придумаете и напишите уже на следующий день. Нормальное, адекватное решение. Евген Зубов комментирует, бред полнейший. Получается, если канал молодой и его новые ролики набирают по 50-100 просмотров в сутки, такие ролики теряются. Конкретики совершенно ноль. Авторам каналов неинтересно знать, как работает машина Google, тем более YouTube не дает информации, как работают алгоритмы. Ты просто инфогуру, не морочь людям мозг, не морочь, написано слитно. Так вот, уважаемый Евген Зубов, во-первых, это комментарий был к ролику про как работают алгоритмы YouTube. Мы разбирали конкретную публикацию в научном журнале, написанную сотрудникам Google о том, как конкретно работают алгоритмы YouTube. Но если вы, малолетний д*****, который не способен еще с первого слайда увидеть ссылку на эту статью, в которой эти алгоритмы разбираются, и что она написана сотрудниками Google, то это ваша проблема, и я сожалею вам искренне. Во-вторых, понимание работы алгоритмов, понимание двух нейронных сетей, и понимание, как работает первая, для чего она, как работает вторая, позволяет вам корректировать контент-стратегию. Более того, на отдельном слайде конкретно рассматриваемся, как нам использовать эту информацию, то есть на что это может повлиять в конечном итоге, и что нам делать с этим всем, где нам нужно корректировать фактор обнаружения, где корректировать контент-стратегию, выбирать те видеоролики, которые мы хотим сделать, как это будет потом фильтроваться, что учитывается, какие факторы на это влияют, какие факторы имеют какой вес, какая нейронная сеть работает с какими факторами, с какими наборами, что на это влияет, что на это влияет во времени. Если вам это неинтересно и не нужно, то, естественно, ваши новые ролики будут теряться. Это неизбежно. Делайте выводы, мыслите шире, используйте ту информацию, которая несет вам новое знание. Вы же от нее сейчас так вот отмахиваетесь, говорите, это не нужно. Но это, опять же, ваш выбор, и только вы его делаете. Мастер Кэмп спрашивает, подскажите, что такое посев, можно ли его использовать, могут ли забанить канал или отключить монетизацию. Посев — это распространение вашего видеоролика через различные группы в социальных сетях и другие медиа-источники. Идея помогает, что если собрать тематические ресурсы за пределами YouTube, например, группы ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках, может быть, в Twitter, на Reddit, где-то еще, там, на Pikabu и так далее, и распространить там ваш видеоролик, то вы получите приток просмотров и новой аудитории. Это, так скажем, на уровне идеи. Но по факту огромное количество компаний, которые предлагают так называемый посев, они просто занимаются либо спамом вашим видеороликом, либо накручивают на него просмотры, либо распространяют его просто по нецелевой аудитории. Как следствие, низкое удержание аудитории, низкая активность зрителей, которые приходят, высокий процент отказов, и это лишь понижает ваш видеоролик в ранжировании, потому что, он говорит, на YouTube видят, что зрители, которые приходят, они его не досматривают, они быстро уходят, закрывают, удержание падает. Как следствие, такой ролик для YouTube становится неинтересным, некачественным, неперспективным. И зачем его продвигать? Поэтому с посевом нужно быть осторожным. Более того, если будут использованы спам-методы, либо накрутка, такое возможно, такое бывает, то за это могут забанить. Не связывайтесь с сомнительными конторами и компаниями, которые предлагают посев ваших видеороликов. Всегда внимательно отслеживайте по источникам трафика, откуда он приходит, что происходит, каково удержание аудитории, какова обратная связь зрителей, которые будут писать комментарии, соотношение лайков-дизлайков. Это все поможет вам понять, что за посев происходит. Плюс лучше, если вы будете реально видеть, где в каких группах это все размещено и делать уже выводы. Но по факту зачастую можно сделать это самостоятельно. При достаточно разумном бюджете можно договориться с какими-то интересными ключевыми площадками, авторами групп и так далее, где разместиться и привлечь аудиторию. Это уже такое ручное построение рекламной компании, и это возможно. Таир Якубов-Кукинг спрашивает, «Здравствуйте, Канаден. Если я отключу на всех видео комментарии, это не повлияет на развитие канала? Не хочу, чтобы были некрасивые комментарии в мой адрес? Все ругаются матом. Спасибо заранее». Ну вот, собственно, конструктивные комментарии написали данному автору. «Их просто выкачивает от твоей съемки. Купи штатив или на имя оператора». Разумное, конструктивное предложение, на мой взгляд, если манера съемки какая-то раздражающая, либо просто смотреть ролик некомфортно, это может вызвать негатив в комментариях. Во-вторых, отключать комментарии я не рекомендую, потому что это важный фактор и для продвижения, и для обратной связи. Как же получать информацию, если не получать комментарии? Где же получать конструктивную критику вам даже здесь? В ответе уже дали конструктивную критику. Это, на мой взгляд, здорово. Но вы же всегда можете удалить комментарии с матом, либо вы можете поставить вообще комментарии на премодерацию и одобрять только те, которые сочтете уместными. И, на мой взгляд, это хорошее решение, которое поможет сохранить общий, адекватный вид комментариев, избежать негатива, и в то же время вам получать важную, ценную информацию от ваших зрителей и подписчиков, которая поможет вам развиваться, быть лучше, эффективнее и делать тот контент, который вашим зрителям интересен. Спасибо за внимание. На этом мы заканчиваем ответы на вопросы. пожалуйста задавайте ваши вопросы в комментариях, буду рад ответить в очередном выпуске. Подписывайтесь, с вами Коноден, пока!